Сегодня замок Яна Янковского знаком многим приморцам. Он стоит на побережье бухты Витязь, его архитектура привлекает туристов и по сей день. И это одно из немногих сохранившихся свидетельств, называемых многими историками и краеведами, ни много ни мало временем Янковских. Династия предпринимателей-переселенцев внесла значительный вклад в развитие Приморья в середине 19 века. Ее представители открывали торговые дома, отстраивали производство и промышленность. К сожалению, сегодня от многих достижений тех времен осталась только память. Но замок – материальный символ процветания тех лет. Отец Яна Михаил Янковский попал в Приморье в 70-х годах 19 века. К тому времени он уже успел поучаствовать в польском восстании 1863 года, стать катаржанином и лишиться всех дворянских прав и освободиться по царской амнистии. А в наши края он попал по приглашению для участия в научной экспедиции на Дальний Восток. Позже у него родился сын Иван, он же Ян Янковский. Собственно, он и руководил в 1918 году строительством трехэтажного замка для того времени довольно солидного. Он имел множество комнат и потайной вход в подземелье и бильярдную. И даже роскошь для тех лет – телефонную связь. Сегодня от всего этого великолепия остались руины. Но молодые приморские архитекторы, такие как Ирина, помогают историческому наследию сохраниться хоть в каком-то виде. Пока на голом энтузиазме. В будущем они планируют привлечь внимание власть имущих и как-то изменить ситуацию. Впрочем, не только вице-губернатором единым. И если повезет, уверена Ирина Суботина, дом Янковских станет самоокупаемым туристическим объектом. Однако на его восстановление также нужен какой-то стартовый капитал. А потому общественное внимание – первый шаг на пути к цели. На восстановление уйдет достаточно много, не меньше 15 миллионов, это точно. Плюс это исторические объекты, долгие согласования будут, экспертизы. Пару лет назад даже была проведена специальная экспертиза, дабы выяснить, насколько плачевно состояние здания. Судя по фото и схемам, уверена Ирина, действовать пора уже сейчас. Ну а Восьмой канал продолжит следить за судьбой исторического наследия семьи Янковских. Вполне возможно, в будущем у Приморья появится не только новый туристический объект, но и повод для гордости за своих сограждан, своими силами защищающих исторические ценности родного края. Олег Завьялов, Евгений Черемухин, Сергей Тулатиев, Новости на Восьмом.